у меня второе выступление в этом лектории два года назад я приезжал тоже с темой что такое неокантианство то есть это была общая презентация такого философского направления которое господствовало да в европейской ну собственно и в мировой философской традиции как минимум с конца 19 до двадцатых тридцатых годов двадцатого века сегодня у меня обозначена тему уже более такая узкая связанные с философской системой одного из главных представителей всего неокантианство ну и более узко марбурской школы германа когена но систему философии когена представить конечно в одном докладе невозможно поэтому здесь как бы сужается это эта тема до представления его теории познания которую можно тоже обозначить как бы некой такой траектории от критики познания к логике познания и это действительно такая естественная как бы эволюция но не эволюция это скорее действительно некий некое движение мысли этого философа а и начну я с мысли одной из современных известных швейцарских исследователей творчества германа когена которая урсула рэнс которая своей статье 2011 года свой пункт the philosophy фон херман коген как раз указывает на как бы такое ядро его философии это системность которая с одной стороны является ну сложным для восприятия и воспроизводства его мысли и поэтому она указывает на то что им занимаются в основном как бы узкие специалисты так как понимать когена можно только исходя из его целого то есть нельзя там быть специалистом только в этике и соответственно привлекать и этические построения когена нельзя быть эстетиком или философом религии также вот брав брать эти части его системы и соответственно воспроизводить в каких-то там своих рассуждениях или построениях вот его идеи вот это вот связность она приводит к тому что действительно заниматься когеном могут лишь ну единицы с одной стороны но с другой стороны она указывает на то что и с этим тоже вряд ли можно спорить что как раз вот эта системность и и фундаментальность его работ оставляют возможность актуализации их ну уже так сказать и в сал и в современности то есть идеи когена системные идеи привлекают внимание исследователей до сих пор и нужно сказать что некоторые ренессанс даже происходит с этими этими идеями может быть они вызваны тем что был период определенного затвения не больше по большей степени искусственного но тем не менее об этом сейчас многие как раз исследователи когена и пишут что и проводится конференции я сам как бы уже давно занимаюсь этим мыслителем так вот прям в своих профессиональных интересах напрямую с ним связан и участвую во всех этих как бы мероприятиях дискуссиях и естественно ответственно заявляю что действительно герман коген переживает его творчество ну как минимум второе рождение так вот действительно в творчестве когена можно выделить как бы два больших периода это период как бы кантовских студий когда он пишет вот три работы посвященные непосредственно трем критикам канта канц теорида рефарунг канц пэгрюнт умтер этих и канц пэгрюнт умтер эстетик то есть буквально идет по трем его критикам объемные такие на работы посвящает анализу буквально так сказать по предложению по там страницам пытается вникнуть в существо кантовской мысли а с прицелом как бы найти вот те несостыковки или какие-то противоречия в рассуждениях канта германифтически так идя которые приводят ну вот к тем как бы замечанием критиком кантовской системы связанные с его как бы там объективистскими психологическими как как коннотативными моментами дуалистическими и и так далее то есть формалистическими все это коген как бы держит в своем так сказать в своем уме когда рассуждает о движении мысли канта а второй период уже связано с построением собственной системы и здесь коген тоже как бы как бы предлагает три фундаментальнейших свои работы логик де райнер кентнис логик дес райн виленс и ой этих дес райн виленс конечно и эстетик дес райн дес райн гефюльс да то есть тоже как бы соответствие с этими тремя критиками и канта и потом свои германифтические апологетические работы он создает собственную систему где уже конечно так сказать представляет свою точку зрения но повторяет что он как бы отказывается от буквы от догмы кантовской трансцендентальной философии но сохраняет ее дух то есть он это подчеркивает во всех своих работах что а для него кант остается как бы центральной фигурой философии авторитет которого он не подвергает сомнению ну где-то вот та фихтовская идея да когда он тоже говорил что в общем то он дает свою систему не как какую-то новую или абсолютно там самостоятельно а только именно из того исходя из того чтобы вот подправить или объяснить канта или углубить канта чтобы было было более он более был как бы доступен понятен и вот лишён тех как бы шероховатости или тех не связано стей которые вы приводят к его критике так вот если вспоминать откуда как бы коген подходит к кант да к канту это спор двух немецких философов куна фишера и тренделенбурга адольфа тренделенбурга в которой коген собственно вмешивается о объективности или субъективности вот форм созерцания априорных форм созерцания априорных форм чувственность пространство и времени а и а пытается ответить на этот вопрос как же мы можем эти априорные формы все-таки объяснить с каких позиций но коген предпринимает как бы фундаментальные такое фундаментальный как бы поворот через который он собственно снимает вот эту вот эту вот это противоречие что же к чему мы должны отнести эти эти формы априорные формы к субъекту или как бы к самим вещам независимые от субъекта и коген как бы дает такое ну грубо говоря волшебное слово такую отмычку к этой загадке которую он помещает в понятие опыт он возвращается до к позиции канта его понимание опыта через который кант хотел избежать как бы и каких-то и понимание опыта как субъективного какого-то волюнтаризма и с другой стороны опыта как некой метафизической догматики и таким образом вот опыт раскрывается через трансцендентальный метод но по мнению когена вот в своем представлении опыта и трансцендентального метода а кант не достигает трансцендентализма я сразу запишу 3 как бы мы здесь будем все 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 его работы через три основных понятия рассматривать так будет проще и так значит кант канц погрюндунг вернее констеридер фарм к этой еда а раскрывает коген через три понятия это опыт это трансцендентальный метод я я буду сокращать и это априори или априоризм так вот по мнению когена соответственно кант не достигает своем описание или определение опыта трансцендентальный как бы трансцендентальный трансцендентального уровня он не преодолевает психологические коннотации и метафизические которые ну увязывают его априорные структуры с психологической структурой субъекта и это действительно было как бы достаточно распространенной такой традиции в немецкой и научной литературы не только философской по после кантовской вспомним гельмгольца который полагал что действительно вот эти априорные структуры кантовские а они заложены в психологической структуре человека то есть объяснять вот их не как бы не связанность с объективным миром напрямую а как бы через определенные но определенные сетки сетки которые или определенные структуры которые содержит субъект вот таким вот образом мы воспринимаем окружающий мир говорит гельмгольц как мы как бы зрите как как мы понимаем зрительные восприятия конечно же через наш определенным образом структурированный зрачок да то есть мы не напрямую видим то что мы видим да а преломление через определенные так сказать наши наше строение нашего зрения и таким образом мы структурируем уже исходя из наших как бы физиологических возможностей вот тот предметный окружающий мир это как бы эта ситуация обостряется в германии еще тем что в это время параллельно вот складыванию как бы неокантианство зарождается и экспериментальная психология которая в 75-м году получает кафедру философии не философом физиолог он физик но не философ но как бы занимается экспериментальной психологии и получает в лейпциге кафедру философии 7 9 открывает в лейпциге лабораторию экспериментальной психологии, которая затем будет, перерастет в институт, под его руководством защищается, только вдумайтесь в это слово, кто здесь из старших ваших преподавателей находится, 186 учеников у него защищают диссертации. То есть это немыслимая цифра, и, конечно же, в Германии все время центр культурной, интеллектуальной жизни – это университет. Не какие-то салоны или журналы – это университет. Поэтому борьба за кафедры в университете – это борьба на интеллектуальное и профессиональное выживание. И поэтому разгорается нешуточная борьба между экспериментальной психологией и философией. И я почему об этом говорю, она не обходит стороной Экогена. Тот факт, что когда он вышел на пенсию в 1912 году и уехал работать в Берлин, в школу высших еврейских исследований, его место на кафедре философии в Марбурге занял экспериментальный психолог Эрих Йенш. Ну, кто сейчас знает этого мыслителя, да? Хотя, уже видя эту тенденцию, и НАТОР, коллега, ученик и коллега Когена и сам Коген несколько раз обращаются с письмом к министру образования о том, что, собственно, нельзя отождествлять экспериментальную психологию и философию именно потому, что это отдельная, уже отдельная наука, и ей заниматься нужно напрямую и посвящать этому все силы. Объединять две такие серьезные науки, по их мнению, это значит, ну, собственно, профанировать и то, и другое. И поэтому они как бы не против того, что, да, экспериментальная психология там получает в это время достаточно серьезные результаты и опытным путем как бы доказывает свою состоятельность, но это не значит, что как бы она должна вот стать некой новой философией. А у многих, в том числе Вильгема Бунда, были именно такие претензии. То есть психология, экспериментальная психология, это не новая наука, это то, что, собственно, на что должна опираться в целом философия, которая не имеет как бы опытной базы, да, поэтому вот это как раз тот, ну, та опора, на которую философия может опереться и таким образом стать, ну, наряду с другими науками, имея и опытную базу, и теорию, да. Вот таким вот образом экспериментальные психологи видели свое, как бы, ну, вот, свою будущность в рамках философии. И, ну, Когин и Натар как раз предлагали своих учеников, которые к этому времени уже были достаточно серьезными исследователями в начале XX века. Три ученика уже были именитыми философами, и как раз их и Когин и Натар предлагали вот на место ординарного профессора в Марбурге. Это Энст Кассирер, значит, Герланд и Николай Гартман. То есть это те имена, которые, ну, прославили немецкую философию. Ну, вот, ни тот, ни другой, ни третий не были утверждены на эту кафедру. Вот на нее пришел экспериментальный психолог. Ну, то есть, вот это отношение к психологии в целом, да, здесь нельзя говорить, что, как бы, это значение психологии отрицалось или как-то умолялось Когином. Но вот этот крен в психологизм из трансцендентального, да, он, конечно же, четко, ну, вот, так сказать, отслеживался и пресекался. И поэтому Когин сделал все, чтобы вывести вот этот трансцендентальный уровень в исследовании познания, теории познания с любого психологического или догматического крена на уровень, опять же, трансцендентальный. Ну, чтобы говорить о том, что же все-таки Когин понимает под опытом и как он трансформирует видение Канта на этот феномен, следует сказать, что Когин действительно понимает опыт как тот опыт, через который мы воспринимаем, собственно, данность как факт науки или факты науки. То есть мы оперируем, ученые, так сказать, на вершине этой операбельности, обычные люди, поскольку они, в общем-то, наукой занимаются и увлечены на определенном уровне, осознанно или неосознанно, но опыт – это то, что представлено в фактах науки. И именно исходя уже вот из этой данности, из этой фактичности, мы можем выстраивать то, что как бы науке помогает эти факты определить, обосновать и описать. То есть опыт становится как бы отправной такой точкой и одновременно результатом. Вот такая как бы некоторая двойственность рассмотрения опыта. Но чтобы быть более, чтобы дальше более правильно идти, хотел бы привести два основных как бы определения или понимания Когена опыта, Когеном опыта, когда он говорит, дает определение, что такое для него опыт. Это ньютоновское математическое естествознание. То есть вот это три как бы основных его исходных данных. Ньютоновское математическое естествознание. Это есть опыт. А второе определение уже более как бы дает понимание того, как мы можем как-то из этого, так сказать, общего или объемного определения вычленить какие-то принципы, по которым мы будем этот опыт воспринимать. Опять же процитирую Когена. Те элементы, пишет он, сознание являются элементами познающего сознания, которые являются достаточными и необходимыми для того, чтобы обосновать и укрепить факт науки. То есть никак иначе. То есть только те элементы опыта нам важны, которые приводят к научному факту. То есть здесь, наверное, то, о чем пишет Александр Сергеевич Пушкин и в знаменитом своем таком четверостишье «У сколько нам открытий чудных, которые просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг». Такой опыт для Когена – это не опыт в научном смысле, это скорее жизненный опыт или опыт в широком смысле. Все-таки факт науки – это конкретный данный, утвержденный науке факт, явление, о котором мы уже не должны рассуждать в пространстве каких-то догадок, ошибок, прозрений и так далее. Так что же такое? Да, опыт, как я уже сказал, и у Канта, и у Когена раскрывается через трансцендентальный метод. И лучшее определение того, что же у Когена понимается под трансцендентальным методом, на мой взгляд, дал его ученик Эрнс Кассирер в своей статье «Hermann Kogen und die Erneuerung der Kantischen Philosophie». Трансцендентальным по Канту называется такой способ рассмотрения, который вообще не начинается ни с предметов, ни с нашего вида познания предметов. Вопрос о бытии предмета остается в трансцендентальном смысле так долго неопределенным и нерешенным, насколько без ответа остается вопрос о виде познания, в котором обосновано знание о предмете. Согласно этому, собственным предметом философии является не организация природы, я не увидел, думаю, не организация природы, не организация души, а прежде всего должна быть определена и открыта организация познания природы. То есть не структура окружающего мира, не структура субъекта, а именно структура того процесса познания, через который мы эти структуры и выдаем уже как научные результаты. Так вот, каким же образом Коген переформатирует и понятие опыта, и трансцендентального метода у Канта, которые он считает недостаточно трансцендентальными. Он это делает через трансформацию или свое понимание априорности. По мнению Когена, Кант в своем представлении априорных элементов познание не достиг их, так сказать, трансцендентального уровня. И действительно, многие, очень многие, десятки, даже сотни страниц Канстри Оридер Эрфарунг, особенно уже второго издания. И здесь я хочу подчеркнуть, опять же, ту связность этой системы Когена, когда мы выделяем какие-то этапы, очень четко прописанные по его работам. Но в то же время его основная работа, первая, которая в 1971 году появилась, Канстри Оридер Эрфарунг, она была и завершающей. То есть он ее трижды перерабатывает, включая туда уже то, что было наработано за другие годы. И включает, вполне закономерно, естественно, и поэтому Канстри Оридер Эрфарунг выдерживает три прижизненных издания. 1885-е, второе издание, 1918-й, год смерти, третье издание. И, собственно, после 1885 года, ну или в 1885 году, уже вот появляется та его работа, где он перерабатывает и достаточно серьезно вот эту, как бы, вот это понятие априорности у Канта, пытаясь убрать через эту, как бы, эту интерпретацию те шероховатости, те неточности, которые он встречает у Канта. Ну, основной, как бы, его посыл связан с тем, что те априорные формы чувственности, созерцания пространства-время, которые, как бы, являются неким первичным базисом у Канта, Коген полагает абсолютно не отличающимися от... Это те же категории, это те же продукты деятельности мышления. Никаких, как бы, никакого официрования, никаких, как бы, первоначальных толчков чего-то внешнего эти, так сказать, формы не получают. То есть, они становятся на уровень категорий, но здесь, как бы, другая опасность. Тогда мы будем говорить, что, да, и категории, и пространство-время это, как бы, моменты субъективные, и, соответственно, поддержим позицию Куна Фишера, который, вот, выступал именно за такую интерпретацию кантовских форм, чувственных форм пространства и времени в споре с Трендельенбургом. И Коген, конечно, уходит от... То есть, он стремится избежать как психологических коннотаций, так и каких-либо других, но прежде всего стремится избежать приписывания вот этих априорных форм как чувственности, так и рассудка категории, да, приписать их к какому-то, каким-то психологическим структурам, структурам сознания. Поэтому он говорит о том, что пространство-время и категории — это не ступени в организации процесса познания, а это то, что формирует единство сознания и представляет из себя лишь различные формы этого единства. То есть, это не в коей мере не какие-то ступени, по которым, значит, мы переходим от более там простого восприятия или простого познания к более сложно организованному. Это то, что формирует то единство сознания, которое, собственно, и отвечает за наш опыт. Но у Канта как бы тоже есть, да, да, вот категории, пишет Коген, не вторая познавательная способность, а только другая форма сознания. То есть, вот он настаивает на этом. И, собственно, вот исходя из такой его, как бы, революционной трактовки, мы можем говорить о, так сказать, перестраивании всей кантовской диспозиции теории познания. Во-первых, да, мы уже сказали, что пространство, время и категории – это не ступени, не априорные формы наших ступеней познания, да, а чувственность к рассудку. Разные формы того единства сознания, которое служит для формирования синтетических основоположений. То есть, здесь вот такая, как бы, неразрывность, не ступенчатость, а вот этих всех трех, как бы, ступеней, которые у Канта, как бы, имеют свою последовательность необходимую для Когена, вот эта ступенчатость уходит. То есть, пространство, время, категории – это то единство сознания, которое рождает синтетические основоположения, служащие реальными условиями появления наших научных знаний, появления научного опыта. Единство сознания по Канту – это трансцендентальное единство оперцепции. Для Когена это не трансцендентальное единство, а это единство основоположений. То есть, единство сознания для Когена характеризуется единством синтетических основоположений. И высшим проявлением, как бы, этого единства является закон. То есть, синтетические основоположения становятся таким живительным субстратом, такой законосообразной массой, в рамках которой рождается научный опыт и рождаются законы, научные законы. Других, собственно, законов и не может существовать. То есть, единство сознания, как единство основоположений, а единство основоположений, как единство научного опыта. Но это еще не все, да? Ведь в структуре, как бы, априорных элементов в Кантовской концепции какой третий элемент присутствует в первый курс? Ну, пространство, время, категории, а в разуме, что представляют из себя априорные элементы? И, де, и, да? Ну, хорошо. Вам еще рано правильно отвечать. Так вот, согласно Канту, идеи это не конституирующие, но регулирующие элементы нашего познания и, соответственно, структурирующие наш опыт. И Коген здесь, как бы, тоже предлагает очень оригинальное решение, которое, как бы, сразу решает или разрешает несколько спорных моментов в концепции Канта. Это, ну, вот, понятие, да, вещи в себе и тот дуализм, собственно, кантовской системы теоретического и практического разума. Так вот, Коген говорит о том, что действительно вещь в себе можно переформулировать как идею, которая, собственно, представляет тоже единство опыта, но как некую задачу, не как данность, которую вот в результате опыта нам представлены и имеют некий, так сказать, завершенный формат, да, а вот то целое этого опыта, которое, конечно, не ограничивается какими-то конкретными научными результатами, да. И вот принцип цели, по мнению Когена, он, как бы, снимает одновременно и некую, так сказать, ступенчатость-разорванность в представлении этих априорных элементов у Канта. Он встраивает вещь в себе в эту структуру, да, и дает, собственно, уже, как бы, перекидывает идею и, вернее, перекидывает связь и для существования этих целеполаганий, целеполагающих идей, не только в теоретическом, но и в практическом разуме. Таким образом, собственно, диспозиция кантовской концепции опыта разворачивается, как бы, с другой стороны, не, как бы, от пространства времени к основоположению, нет, основоположение, это синтетические основоположения, это как раз начало в построении всего научного опыта, то есть от синтетических основоположений к категориям, ну, а пространство времени тоже категории, да, то есть вот движение мысли, чтобы не впадать ни в какие, так сказать, противоречия, ни в какие, ну, то, что вот у Канта частенько, как бы, частенько за что его критикуют. Причем Когин при всей своей вот такой, как бы, революционности взгляда на Канта полагает, что он полностью остается в кантовской традиции трансцендентального идеализма. Опять же, не буду, так сказать, голословным, процитирую самого Канта, ну, здесь у меня в основном цитаты из той переведенной работы уже «Канстеридерерфарунг» 1918 года, где уже, как бы, вся эта зрелая, так сказать, система Когина представлена вот так, как я ее пытался схематично изобразить. Уже в тот ранний период, пишет Когин, когда я только приобщался к смыслу трансцендентального учения, меня посетила мысль, что переработка учения о пространстве и времени относится еще к докритическому периоду творчества Канта, что, напротив, зрелая критика, которая возводит свои строительные конструкции на основе математики и механики, начинает, собственно, впервые с синтетических основоположений. Уже различие между пространством и временем нивелируется в согласовании, которую требуют проблемы геометрии с проблемами учения о числе и проблемами механики. И также время, как схема, становится средством реализации основоположений. В рукописном наследии нет недостатка свидетельствам, указывающим на подобную внутреннюю последовательность смены терминологии. Ну, не знаю, как бы не обращался к анализу Кантовского рукописного наследия, которое все больше и больше публикуется, да, опус постумом, вот, не знаю, остались ли еще что-то, что-то не опубликованное или не переведенное на русский язык. Не являюсь, как бы, кантоведом таким серьезным. Но Коген очень внимательно относился вот к различным, как бы, нюансам кантовской эволюции, да, там докритический, критический, собственно, может, посткритический, да, вот, в этом рукописном наследии. Он ездил, вот, в библиотеку Кёнигсберга, работал с этим рукописным наследием, опубликовал даже некоторые, как бы, фрагменты. Но этим нужно, как бы, внимательнее относиться. Во всяком случае, кантоведы к такой, как бы, трактовке Когена относятся, конечно же, критически, в том числе и вот отечественные, Леонард Александрович Калинников полагают, что это все, как бы, от лукавого, никаких вот таких, как бы, скачков у Канта от, вот, значит, критики чистого разума до каких-то посткритических вещей у него не могло быть. Если что-то было, то это не настолько радикально, революционно. Ну, тем не менее, тем не менее. Следующий, как бы, фрагмент связан с его работой 1883 года. «Das Prinzip der infinitesimalen методе und seine Geschichte» «Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik» «Принцип инфинитизимального метода и его история», значит, глава критики познания. Если Ханс-теорида реформ переведена, ну, это единственная пока переведенная большая работа, вот две другие работы, на которых я буду опираться, не переведены. Так вот, в этой, как бы, в этой работе Коген, соответственно, в первую он рассмотрел опыт, в этой работе он обращается к, опять же, такому спорному понятию для теории познания, как понятие реальности, понятие данности. Что это такое и как правильно интерпретировать это понятие. он полагает, что необходимо, да, конечно же, учитывать, да, учитывая то, что, собственно, структурирует научный опыт, что лежит в основании, да, синтетические основоположения. поэтому он полагает, что, значит, категорию или понятие данности, реальности следует интерпретировать через основоположение антиципации восприятия, то есть то основоположение, которое находится уже в череде основоположений Канта, Канта, но здесь он привлекает еще, значит, математические достижения и прошлого, и настоящего, опирается он на, значит, и дифференциальное исчисление, Лейбница прежде всего, и на современных математиков, говоря о том, что действительно вот это как бы это основоположение является как бы средостением, через что реальность объясняется и проясняется, а ощущение объективируется, то есть вот это основоположение антиципации восприятия есть некая, так сказать, некая граница, через которую мы, собственно, объединяем что-то объективное и что-то субъективное, если грубо говорить, то есть здесь понятно, что ощущения не представляют у себя только как бы некое психологическое свойство. Так вот, соответственно, каким же образом происходит это как бы это объективация через математические структуры. Коген говорит, что то, что характеризует реальность, данность, необходимо понимать через понятие величины. Величина со своей стороны понимается через два других понятия массы и числа. То есть вот эти три математические понятия собственно лежат в основании принципов, через которые мы понимаем нашу реальность, действительность. Это три понятия, лежащие в основании того, через что мы можем говорить о предметности как таковой. И понимает эту как бы этот трек, эту формулу преобразования чисто как бы математических величин в физические, в как бы в математические естественно научные через как раз инфинитоземальный принцип или принцип бесконечно малого. И для Когена как бы вот то, что формирует собственно реальность раскладывается через как бы три этапа. Поэтому здесь тоже мы запишем три. Значит я вот так инфинитоземальный метод значит это экстенсивная величина сокращаю величина это как раз то, что характеризует количественную сторону реальности или данности. это то, что собственно еще не ну не характеризует физическую данность как как сформировавшуюся. То есть это еще ну не что по сути дела. Это чисто количественная величина. и интенсивная величина или дифференциал это как раз то понятие та структура которая уже переводит чисто так сказать математические как бы размышления на уровень того что появляется качественно проявляется качественно. То есть это уже не ничто а нечто. То есть любая как бы любая предметность она может быть как-то явлена как-то заявлена только через качество. и вот именно бесконечно малое это даже по своей как бы по своей характеристике да вмещает себя как бы два представления представление о бесконечности и представление о чем-то конечном малом да и таким вот образом это как бы то математическое понятие которое в себе как бы содержит возможность рассуждения о реальном физическом. ну и третья величина как таковая это уже та как бы та производная которая объединяет количественные и качественные стороны предмета и таким образом дает ему ну вот тот образ через который реальность нам и дана то есть вот через эти три как бы три слоя реальности да то есть вот у Николая Гартмана потом появится вот этот онтологический как бы момент в характеристике бытия да вот у Когина вот здесь уже есть такой как бы такой как бы слоеный пирог но он конечно же с антологией ни никакой ничего общего не имеет здесь целиком как бы логические и математические понятия завязаны на характеристику данности ну и наконец третьей так сказать третьей ступенью третьей фазой формирующими Когеновскую теорию познания является его работа Лойк де Райнер Кельтнис тоже непереведенная работа и в ней Коген уже как бы переходит да вот он дал критику познания через две свои предыдущие работы и поэтому он может приступать уже к некой не критике а презентации того как он сам понимает логику познания и здесь тоже я выделяю три главных понятия которые собственно характеризуют его логику это понятие да логик де Райнер Кельтнис так это понятие ушпрунг буду писать по-немецки потому что как бы еще не не устоявшийся перевод дореволюционные авторы разный перевод дают и нынешние и значит и первоначало и первоисток и исход вот как бы мой коллега из значит Иерусалимского университета считает что ушпрунг это источник вот так он его переводит это источник чего-то да вот но явно такие да экзистенциальные какие-то моменты мне это абсолютно не нравится и я ему это об этом пишу но он еще Розенцвейгом занимается и поэтому вот тот как бы то новое мышление которое Розенцвейг через Когена предлагает вполне может быть вот укладывается в эту в этот контекст перевода я все-таки считаю что здесь Коген как бы обращается к античной традиции начинать с архи с первой с первоначала и поэтому для Когена мышление это то архи где как раз сходится и процесс и результат где как бы мы можем говорить о том что мышление не начинается ни с чего только с самого себя и вот чтобы раскрыть вот этот свой посыл да каким же образом мышление начинается с самого себя Коген говорит о чистоте которую в свою очередь он характеризует как гипотезу хипотезы это как раз то как бы та возможность начать производство до 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 мышления которое не получает свой толчок свое начало ни откуда ни ни откуда иначе как от мышления да потому потому что гипотеза это полностью то что подчинено мышлению мысли поэтому первоначало через гипотетичность и третий так сказать основной элемент когеновской логики это координацион это координация и это действительно очень важное такое понятие которое как бы с одной стороны связывает все понятия понятия в когеновской логике и вот эти понятия с другой стороны оно в принципе лежит в основании того что мы можем о чем мы можем говорить потому что первый исток как как бы как некое начало которое не имеет другого начала да первого начала то тоже его ну нельзя воспринять ну как бы просто говоря о неком неком таком решении да кого бы то ни было да вот это 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 начало а что было что было раньше что было потом так так вот через координацию очень такой как бы интересный интересное суждение высказывает еще один итальянский уже исследователь творчества когена что через координацию как раз системность когена преодолевает некую тоталитарность то есть вот то как бы то то метафизичность или то что обладает каким-то так сказать волюнтаристским что ли началом через как раз координацию принцип координации вот снимается да еще один момент забыл это формой через что проявляется как раз первоначальность и гипотетичность нашего мышления является непонятие осуждения то есть для когена наша как бы наша первоначальная форма логи логики да это не понятие осуждения и здесь тоже проявляется тот же самый принцип потому что считает коген через понятие то есть понятие как так сказать вот некая монологичность да это движение как раз к какой-то так сказать догматичности какой-то ну вот тоталитарности а осуждение оно как бы как раз вот тот принцип координации где понятие не ну так сказать не самоутверждаются а должны каким-то образом согласовываться внутри да рассуждения вот здесь как бы как раз мы отходим от этого так сказать возможного коннотативного смысла в логике ну вот собственно вся как бы основная схема его теории познания в заключении может быть просто как бы свой свой свою оценку свое свое видение так сказать того что представил Коген и как это представляется в общем-то в ну в моем опыте его его восприятие и интерпретации вот на мой взгляд действительно то что представляет сложность у Когена да это необходимость как бы его понимание системы и он сам к этому призывал он полагал что и и Канта невозможно как бы понять и понять именно дух Канта да не не просто вот какие-то его фрагменты а понять его целиком можно только постигнув его целиком нельзя брать его как бы части его системы и говорить что вот здесь как бы там что-то в этике у Канта не ну какие-то там односторонности или формальности что-то там в эстетике у него какие-то нестыковки то есть это бессмысленный по мнению Когена разговор о Канте как системном философе так же он относился и к себе и поэтому ну вот если сравнивать как бы две системы Кантовскую и Когеновскую это чисто мое субъективное мнение на мой взгляд все-таки вот Кант представляется все-таки неким таким как бы авторитетным и даже авторитарным философом когда он в общем-то заявляет вот о своей системе и собственно ну либо либо принимайте вот о чем даже и Калиников говорит и другие кантианцы вы либо находитесь в системе Канта и тогда собственно вы можете о Канте что-то говорить вот вне кантовской системы вы уже не можете о нем говорить справедливо вот то есть определенная такая как бы замкнутая система самодостаточная система вот для как бы ну некой так сказать самостоятельности или какой-то ну все-таки какого-то подхода не связанного с признанием авторитетности не связанного с такой какой-то подчиненностью в мышлении да вот Коген на мой взгляд дает больше права больше возможностей и собственно то что сейчас вот происходит с его современными там интерпретациями трактовками в общем-то подтверждает эту мысль что Коген в общем-то открыт для самых разных трактовок ну самое интересное вот просто скажу об одной это трактовка как раз вот Андрея Пома как некая альтернатива постмодернизму вот Коген выступает как современная альтернатива для постмодерна но альтернатива именно с позицией нетоталитарной рациональности и вот то что как бы критикуется с позиции собственно мезософии или каких-то других таких не не гуманных что ли начал не вне культурных начал в постмодернизме вот Коген как раз может представлять определенный определенный иной ответ на вызовы вот современного нетоталитарного как бы мышления но не выходя за рамки все-таки культурного рационального научного дискурса это вот как бы один из таких вариантов как бы того что может Коген предоставить для современной его интерпретации ну друг другой вот как-то все-все-все наверное надо уже останавливаться еще одной характеристикой это вот мой коллега из Иерусалима Илья Дворкин считает что Коген родоначальник философии диалога там не Розенцвейк Бубер там Левенас Бахтин а именно Коген то есть вот через него это проявилось но в принципе если вот как бы говорить вот о действительно координации гетерологичности как принципов мышления то в принципе это вполне вполне возможный как бы вариант интерпретации но повторюсь это уже как бы выходит за рамки представления системы Когена я благодарю вас за внимание это дорогого стоит спасибо спасибо Владимир Николаевич спасибо тем кто слушал теперь время для вопросов большое спасибо Владимир Николаевич к началу лекции хочется вернуться и к спору Куна Фишера и Тренденбурга вы упомянули о том что Коген вмешался в их диспут ну не публичный но на письме по поводу пространства времени и позицию Когена осветили но вот интересно отреагировали ли как-то сами Фишеры Тренденбург на Когена если отреагировали то может быть подскажете либо немецкоязычную русскоязычную литературу где об этом можно почитать вопрос хороший но по моим сведениям не было реакции да он как бы написал сначала статью цурк контраверзе значит этих двух товарищей в 70-м году вот в 71-м году уже как бы ну вот в этой статье кстати он как бы еще не не обозначает свою свою позицию и собственно в первом издании своей работы посвященной теме опыта это тоже не прописано с как бы с такой ну вот оппозиционностью к ним обоим да поэтому ну может быть я честно говоря не помню годы их жизни да ну скорее всего это было уже на закате их обоих да 70-е годы поэтому я думаю просто они еще не не смогли ознакомиться с теми уже вариантами работы Когена где он собственно отходит полностью от их позиции и вот переходит на как бы собственное прочтение опыта ну опыта и соответственно априорных элементов пространства времени прежде всего у Канта вот поэтому не встречал вообще не сам ни у кого-то из-за исследователей этих этого как бы периода каких-то откликов со стороны ни Куна Фишера ни Адольфа Транделенбурга не встречал ясно большое спасибо ну небольшая ремарка просто вопрос возник в связи с тем что это обе фигуры знаковые для русской философии тоже и отлично у меня вопрос возник в связи с тем что мог ли каким-то образом через этот спор через воззрение Фишера и Транделенбурга Когена повлиять и на наших русских философов и те кто были перед Владимиром Соловьем те кто были после него так или иначе занимались этими проблемами и гоносеологией и вообще теорией познания и видны следы влияния и второй вопрос если позволю вот по поводу все-таки насколько радикально изменили взгляды если говорить о сопоставлении первого и последнего издания теории опыта Канта это очень сильно заметно были какие-то добавляем то есть может какой-то комментарий по поводу структуры работы насколько она сильно изменилась и какие-то может быть принципиальные взгляды в идеях могли произойти за это время спасибо за вопрос ну в отношении первого влияния как бы работ Когена на русскую философию здесь как бы не 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 нужно ничего придумывать они оно действительно как бы серьезное и но ввиду того что все-таки русская философия делает акцент не на теории познания а на этических как бы моментах то есть это есть как бы такая своеобразная черта русской философии то наибольшее влияние работы Когена оказали именно и работы Когена посвященные этике и собственно на работы наших русских философов в рамках как бы этических и правоведческих дисциплин то есть не ну вот как бы единственной монографией которая была написана о Когене ну о Марбургской школе там там в заглавии собственно Коген Натарп Штадлер Идр но там как бы никого кроме Когена почти не было это Василий Александрович Савальский 1908 год как раз как бы эта работа посвящена в основном да вот изображением его его этики и связи его этики с юриспруденцией то есть это еще один как бы такой революционный подход Когена но он ни в коей мере не выбивается из как бы общего контекста построения любой науки да исходя из законосообразного элемента который который мы можем определить в этой науке и этика подправляется Когеном в той как бы в той части что и здесь должна господствовать должен господствовать закон а что может быть в этике выражено в качестве закона это законы так сказать правового поля правовые законы и поэтому для него этика есть как бы базируется на правовых нормах на правовых законах и здесь понятное дело нужно нужно говорить о том что это не как бы не не данность а заданность что это не тот как бы не тот порядок в значит в реализации справедливого общественного устройства которое имеется в юриспруденции там современных государств да это то что в принципе должно вылиться в ну именно единство морали и права через как бы и внутренние и внешние элементы присутствия вот человека как и индивидуального так и социального вот поэтому как бы с этих позиций вот с Когиным как бы и дискутировали и соглашались и не соглашались и как бы и новгородцев и кистяковский и петражицкий то есть это вот те родоначальники философии права российского которые собственно и и и заложили основы философии права вот поэтому здесь нужно говорить вот о такой как бы частичной что ли частичном воздействии Когина на то что более близко было по по духу по ментальности по традициям в русской философии если говорить о втором вашем вопросе связанной с тремя переизданиями тремя изданиями то существенно Когин перерабатывает второе издание когда появляется уже ну когда он проходит через свою работу посвященной и инфинитиземальному принципу да и поэтому его как бы отношение к в целом к опытному к опыту к математическому познанию в основании научного опыта вот здесь уже где-то в два с половиной раза была увеличена работа состоящая из 16 глав и есть у Геерта Эйделя специальная работа такая монография где он прям анализирует все нюансы изменений и в так сказать и в формулировках и в объеме все все три эти эти издания вот третье издание оно больше посвящено как бы некой некой представлению уже системы своей философии то есть в третьем издании он добавляет и в историко-философском видении в начале и добавляет в 16 главу система критического идеализма где уже все вот свои все все свои позиции я когда как бы работаю со студентами по этой этой работе я им собственно даю введение и вот шестнадцатую главу где как бы вовведение он прописывает собственно все свои ну как бы те те направления в философских то есть представляет философскую традицию то есть он полагает что и и кант и собственно неокантианство это не так сказать не что-то сверхновое это глубокая философская традиция и в 16 главе он как раз представляет вот уже свою систему критического идеализма где связывает все свои как бы части ну конечно больше всего описывает теорию познания но дает и как бы продолжение этой своей основополагающей части на этику и эстетику хотя как бы если продолжать эти рассуждения конечно же нужно говорить и о философии религии которая является в отличие от Канта четвертой составляющей частью Когеновской системы и это как бы общепризнанный элемент сейчас как бы есть тенденция выписывать еще пятый элемент это психология Когена вообще супер такой квест не написанная психология но заявленная в нескольких как бы и письмах и у кассирера найдены в архивах записные книжки и Каган наш его ученик пишет в задумках и это действительно интересный элемент в целом вот Когеновская мысль как бы движется всегда между двух ну вот таких опорных точек это и индивид и общество то есть как каким образом вот гуманистическое культурное интеллектуальное пространство между двумя этими как бы опорными точками формируется что через что и постоянно для него вот как бы вот это опять же координация это равновесие очень важно если он как бы в теории познания в этике явно отдает преимущество как бы общему да там обществу или общему лучше так сказать да то вот в эстетике и философии религии он пытается как раз говорить об индивиде индивидуальности через творчество да через творчество гения через творчество через ну да жизненное творчество значит падшего человека через его религиозное отношение то есть вот и как бы считается что психология он мог бы синтезировать вот эти свои как бы размышления с какими-то вот двумя этими акцентами на одном и на другом то есть у него это как бы постоянное вот такое не не остановимое движение он не мог остановить свою мысль на чем-то на чем-то окончательно синтетическом синтезированным у него постоянно вот эти новые новые идеи новые новая необходимость какого-то более зрелого что ли более достойного обоснования человеческой культуры науки общества это для него как бы святые понятия рациональности разум спасибо это уже так давно было я ее перевел еще в начале нынешнего века вот молодежь наверно тогда только зарождалась или или зарождалась еще в мыслях своих родителей а я уже в 2004 году я ее перевел несколько раз предлагал вашим кто был тогда руководитель вашего издательства я с ним переписывался уже забыл карпаков да 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 он мне несколько раз ее ставил в какую-то очередь там что-то вот по канту там публиковать он должен был потом ее вот мурыжил мурыжил меня несколько лет вот ну как бы он мне как объяснял ну не то есть коммерчески не не окупаемая книга то есть кто ее будет читать только узкий специалист поэтому как бы давайте я вот там наберу какой-то запас денег из других своих проектов и вот тогда уже можно будет издать ну как бы что-то делал 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 а потом восьмой год и он говорит ну слушай все совсем дела плохи не не получится никогда потому что денег нет и на горизонте их не видно в общем извини не получилось вот и поэтому как бы мне пришлось искать что-то что-то другое вот и в 2012 году в академпроекте они подали грант ну когда вот я в восьмом году им уже предложил они тоже как бы думали как им это все реализовать причем я как бы ее вылезал сам потому что работая деканом имел финансовую возможность самостоятельно там и прореферировать ее у немцев и отдать филологам чтобы они как бы уже русский текст подчистили вот то есть я ее отдавал как бы в таком абсолютно готовом варианте но тем не менее она все равно как бы толстая и поэтому ее было не недешево просто напечатать и издать вот поэтому они подали на грант первые по-моему два года не удавалось там и в РФФИ подавали и тогда еще РГНФ РГНФ подавали на публикацию еще куда-то в общем года два или три не получалось и в конечном итоге ГЁТ институт как бы выделил им марки тогда еще или евро уже вот и все это получилось но если говорить о каких-то каких-то элементах сложности самым главным элементом сложности мне было нюансы ГРУНТ ЛЕГУНГ ГРУНТ ЛАГЭ ГРУНТ ЗАЦ то есть почувствовать вот эту нюансы из основополагания основоположения основания то есть вот эти нюансы потому что для в общем-то когеновских рассуждений это важные моменты вот но конечно то что он все-таки не придумывает новых слов это меня очень сильно как бы ну мне помогало потому что ну все все кантовское в собственно канстеорида рефарунг там цитирует процитирована вся трансцендентальная эстетика канта то есть буквально по предложению поэтому беря вот канта да и потом он как бы развивает все равно используя кантовскую терминологию вот поэтому сам как бы текстовый перевод не смысловой а текстовый подстрочный был достаточно простым несложным вот но вот понять как бы вот эти вот нюансы и потом как бы коген как и кант любит длинные предложения и кто вот немецкий знает знает эту сложность длинных предаточных предложений когда там не несколько значит женского рода слов в главном предложении а потом запятая идет ды и так далее да вот ды к чему это относится в главном предложении к какому мужскому женскому роду слову вот надо как бы все все это тоже вот непросто непросто вот ну я благодарен как бы этой работе у меня уже лежит перевод уже тоже больше десяти лет тоже думаю но это уже перевод такой черновой я уже перестал работать деканом своих денег у меня нет канц теори канцбэгрюндук дэрэтик это вторая его работа вот она переведена я уже ее всем даю кто как бы работает с Когиным и Сокулер у меня спрашивала и еще два человека вот но это как бы это вот такой только только перевод не отрицензированный не отредактированный не филологически не проверенный здесь уже нужны нужны средства чтобы чтобы все это сделать и довести до ума этот перевод вот потом есть же много у меня переводов как бы статей Когина в том числе и в кантовском сборнике в кантовском сборнике науки у духи и философия великолепный когеновский когеновская статья как раз о противопоставлении в это время в начале 20 века набиравший такой как бы внимание и был на острие как бы и дельтеевской и баденской школы противопоставление наук о культуре вернее наук о природе и наук о культуре и наука духе Коген об этом тоже прохаживается ну и в вопросах философии в других изданиях есть несколько статей переведенных Когена вот так что так что Коген наверное вот понятийно не сложен понятийно не сложен но как бы сложен вот в этой своей системности и соответственно в связности этой его мысли так что так что вот молодежи есть чем заниматься еще очень очень много не не переведенного что и и в архивах очень многое еще поэтому поэтому есть чем заниматься не знаю как Кант весь весь опубликован рукописное наследие все его ну наверное может быть не все переведено да вот поэтому 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 даже даже по Канту еще еще не все переведено вот ну в принципе если немецкий знаете может быть и не надо переводить но с другой стороны это тоже хорошая такая работа хотя у нас принято что не считается перевод за самостоятельную работу то есть не может значит ученый отчитываться за научную деятельность значит ссылаясь на свои переводы но это только в России такая как бы такое пренебрежение к этой работе любой перевод это это уже как бы это уже творчество хотя конечно и Канта и Когенов надо переводить по возможности буквально не как бы не стремясь проявить свои какие-то там философские литературные какие-то таланты то есть это здесь ни ни к чему хорошему не приведет это однозначно у меня уже есть несколько человек которые занимаются переводами и вот все время их учу чтобы любят любят особенно молодежь вот ну а я так вижу вот так мне так мне хочется там поначитаются Шеллинга или Фихта и начинают вот что-то что-то туда преломлять такое & старшина лет они лет quiet лет лет Субтитры создавал DimaTorzok